Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о важной, и я бы даже сказал необходимой для любой организации, в частности НКО штуки под названием CRM. Точнее не так, непосредственно CRM не всегда нужна НКО. CRM это в первую очередь маркетинг, то есть продажи, но хотя давайте по порядку. CRM это система управления взаимоотношениями с клиентами, чтобы никто не потерялся, чтобы было ясно, кто на какой стадии, на каком направлении с кем работает. Это нужно, но не настолько, чтобы без этого никак. Еще есть таск-менеджеры, я кстати рассказывал о популярных. Это тоже нужно, но тоже можно обойтись, хотя и сложнее. А есть платформа Bittrex 24, которая предлагает и то и другое, все в одном месте, да еще и бесплатно. Точнее тут есть бесплатный тариф, которым в принципе можно обойтись, если у вас небольшая компания. Bittrex можно критиковать, но давайте сначала посмотрим, что он умеет. Зарегистрируемся. А, ну да, я же здесь есть. Окей, сейчас найду пароль. Отлично. Вот это профиль пользователя. Тут собрана информация о вас и для вас. Можно, во-первых, подправить личную информацию, во-вторых, я кстати всегда это делаю, загрузить фотку. Тут еще есть закладки, на которые можно пока не обращать внимание. Ну и давайте наконец перейдем к самой платформе. Создать Bittrex 24. Да, создать и вот она создается. Создается, все. She is alive. Тут нам предлагают предустановки интерфейса в зависимости от направления деятельности. Компания это вполне подходящее решение. Можно, конечно, выбрать задачи и проекты, работать вместе, успевать вовремя, но лучше компания. Все. Давайте сразу назовем нашу компанию, заодно у нас появится красивый адрес. И посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть куча закладок слева. Действительно куча, потому что каждая закладка содержит еще и подразделы. В этом смысле Bittrex 24 обладает не самым дружелюбным интерфейсом. С первого взгляда кажется, что разобраться в этом невозможно. Но на самом деле многое из того, что здесь есть, или не используется, или используется достаточно редко. Первая закладка «Живая лента». Это, собственно, общение и вообще все, что происходит. Тут уведомления. И чаты с сотрудниками. В данном случае пока тут только предустановленные боты. Это мой личный профиль. И давайте посмотрим первую же левую закладку. Задачи и проекты. Тем более, что там уже есть какие-то задачи. Это предустановленные задачи от самой Bittrex, хотя она делает вид, что я их сам понаставил. Они же отображаются у меня в календаре. В календаре компании их нет. Это мои личные дела. Тут меняются представления задач. По месяцу, неделе или единым списком. Так, давайте выполним одно из заданий. Уже закроем его. А именно заполним профиль. Должность, телефон, пол, день рождения. Готово. И закрываем задачу. Еще они предлагают скачать приложение. В принципе, удобная штука. Скачаем. Где оно тут? Ладно, скачаем отсюда. Я где-то видел? Ага, вот здесь. Скачали. Установили. Вошли. Ну такое, в принципе, обычное десктопное приложение. Если работа в Bittrex кипит, этим удобно пользоваться. Тем более, что есть и мобильное приложение, то есть вы всегда на связи. Так, закрываем и эту задачу. И последнее. Пригласить коллег. Логично, что же за работа такая, да без коллег. Я приглашаю второго себя. Пригласим по адресу почты. Человеку придет письмо. Приглашать можно только зарегистрированных в Bittrex пользователей, что логично. Поэтому, если человек не зарегистрирован, ему придется пройти регистрацию. Благо, короткую. Все. Второй я в системе. Видите, принят на работу. У него отображается живая лента нашего совместного проекта. И даже уже есть какие-то задачи. А, ну понятно. Стандартный. Заполнить профиль и скачать приложение. Но горят, видите, зловещим красным огнем. Так как он подчинен, а я начальник. У меня не горело. А, и у меня загорелось. Потому что, видите, оказывается, это я поставил ему эти задачи. Ладно. Значит, с себя я снимаю приглашение коллег. Это сделано. А нового сотрудника мы назначим руководителем IT-отдела. Ну, это чтобы не забывать, кто у вас где работает. Вот все отделы компании. Можно назначить дочернее подразделение или удалить подразделение. Бухгалтерию удалять не будем. А вот и отдел продаж удалим. Нет у нас продаж. И давайте поставим какую-нибудь задачу новому сотруднику, чтобы уже начинал что-то делать. Ответственный ломов Вова. И крайний срок, ну, как всегда бывает. Заднее число какое-нибудь 12 мая. Пусть помучается. А у меня второго эта задача появляется в живой ленте. Ну и в задачах соответственно. Все. Приступаем к выполнению. Собственно, то, что я сейчас показал, это в первую очередь похоже на работу Task Manager. Но Bitrix24 это не Task Manager. Это еще и Task Manager. То есть эти задачи он решает и решает их замечательно. Но функционал у него значительно шире. И вот о том, что еще может Bitrix24, мы поговорим в следующем видео. Все, любите друг друга. Поверьте, Bitrix24 гораздо удобнее тетради в клеточку и даже таблицей к сей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.